Определены победители интернет-конкурса «Поющие голоса». В номинации «Самый оригинальный выбор песни» для перевода на Ненецкий призовые места достались нашим землякам Александре Фоминой и Сереже Дедушкину. Конкурс каверов на ненецком языке стартовал в социальной сети ВКонтакте 1 октября. Его идейным вдохновителем стали активисты Комитета по делам малочисленных народов Севера Ямала-Ненецкого автономного округа. Елена Ниркага вместе с единомышленниками обратилась к депутату законодательного собрания Ямала Эдуарду Йонгаду за поддержкой. Было определено компетентное жюри конкурса. Кроме того, было проведено народное голосование на приз зрительских симпатий. Конкурс каверов на ненецком языке, объявленный в социальной сети ВКонтакте активистами из Ямала-Ненецкого автономного округа, нашел горячую поддержку в нашем регионе. Свои работы на конкурс представили более 10 участников. Сольные, групповые проекты. Идея конкурса родилась после того, как Елена Ниркага услышала песню Стаса Михайлова на ненецком языке в исполнении нашего земляка Олега Пырерка. Количество участников конкурса «Поющие голоса» перевалило за три десятка. Только жителями ненецкого округа было представлено более десяти работ. Все они, безусловно, заслуживают внимания. Победители определяли в трех номинациях – за вокальное исполнение, за оригинальный выбор песни и приз зрительских симпатий. Это и профессиональные коллективы, и исполнители-любители. Главным условием конкурса было исполнение известной песни на ненецком языке. Пожалуй, самой оригинальной стала заявка на участие от Александры Фоминой, жительницы Нарьинмара, сотрудницы этнокультурного центра. Александра стала победительницей в номинации за оригинальный выбор песни. Почему именно «Лабутене»? Потому что я первоначально не думала, что я займу какое-то место вообще. Первоначально мне просто хотелось сделать какой-то клип. Я понимала, что это будет клип. И чтобы в этом клипе было как можно больше отражено ненецкой культуры. В частности, одежда, чтобы чум был, нарты, чтобы антураж такой был, да, национальный, национальный колорит полностью присутствовал. Клип на кавер популярной песни Александра сняла всего за полтора часа. Все практически с первого дубля, уточняет исполнительница. Поддержку оказали специалисты Дворца культуры Арктика, этнокультурный центр, туристический центр. Ольга Латышева помогла с переводом. «Самая главная цель, которая была, да, то есть она была все-таки, чтобы посмотрела как можно больше людей. И чтобы, я хочу, чтобы наша молодежь, она говорила, не стеснялась и разговаривала на ненецком языке. Та, которая умеет, а та, которая не умеет, тянулась к родному языку и начинала. Если не говорят, хотя бы, ну, хотя бы не надо, надо все равно какую-то, да, высшую планку, чтобы принимали больше участия». Еще один самый юный участник конкурса из ненецкого округа – Сережа Дедушкин. Он живет в поселке Красное. Жюри присудило ему за исполнение кавера песни «Священная война» третье место в номинации за оригинальный выбор. Все участники конкурса получили дипломы и небольшие подарки. Кроме того, планируется выпустить песенник с переводами.